Друзья, всем привет! Лечу в Варшаву, обещаю много видео с новых предприятий. И в воскресенье не забудьте посетить наш вебинар. Удаётся так много летать, потому что я использую лакосты. Использую лакосты и билеты очень дешёвые же по Европе, там 20-30 евро. Сегодня это венгерская компания. Снова Польша, вокзал, центр города. Ребята из компании Я Эмигрант попросили покурировать ребят, которые приехали в Варшаву на подачу на американскую визу из Бишкека и из Ташкента. Я их встречу и заведу их в посольство. Интересно, Coral Travel, какие тут цены? Вот Болгария, например, 400 евро. 7 дней с 23-го числа. Албания, 500 евро. Где жить, когда вы приедете в Варшаву, для того, чтобы подавать на германскую, датскую или норвежские визы, чтобы переехать на трёхмесячные контракты, поработать в других западных странах Евросоюза. Представляю вам комнату, в которой у нас останавливаются ребята. Ребята, кстати, сюда же приезжают подавать на американскую визу, сюда в Варшаву и в Краков. Из СНГ, из Узбекистана, из Кыргызстана. Но, опять же, при наличии оснований. У нас такие основания есть. Сейчас я вам покажу, что можно снять здесь, в Варшаве, за 20 долларов ночь. Обычно сюда вот как раз ребята приезжают и здесь живут. Такие апартаменты двухкомнатные, кухня. Хозяина вы не встретите, вам дадут полностью весь расклад, как сюда попасть. Код, выводите код и так далее. Такая вот душ, стиральная машинка, всё, что нужно. Вот эта комната одна. Если приедете в большой компании, нужно будет спокойно использовать и эту комнату, и эту. А эта комната вторая. Такая вот цена. 20 долларов. Очень даже дёшево. Здесь, с левой стороны, если посмотреть на улицу, расположен огромнейший парк. С лесными насаждениями, с озером, с беговыми дорожками. До вокзала идти примерно 15-20 минут. Я сейчас прошёлся, пешочком очень понравилось. Хорошее место, часто используем. Так сказать, для вас, Варшава, это будет как раз такой переходный пункт, в котором вы будете находиться вместе с переводчиками, с Женей, который привезёт вас из Шицынника и из тех городов, в которых вы будете работать, для подачи на американскую визу, либо для подачи, вернее, для постановки печати в ваших паспортах, чтобы вы смогли поехать на трёхмесячные работы в другие страны Евросоюза, более богатые, с богатыми... А вот это, кстати, дом, в котором вы будете жить, если захотите работать в Германии, в Дании, в Швеции, визу получать американскую. Как раз вот дом, и наши окна выходят сюда. До посольства идти два километра. И до германского, и до норвежского, и до чешского, и, главное, до американского. А вечером тут вот так.